Всем привет, с вами Арина и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Новое обновление Steam Ponters 2 сделает Counter-Strike Global FNC. Разработчики Batman Arkham Knight давно знали о проблемах ПК-версии игры. В World of Warships наступил открытый бета-тест. В Might Magic Heroes 7 будет второй этап бета-теста. Для Path of Exile в июле выйдет крупное обновление The Awakening. Новое обновление Steam Ponters 2 сделает Counter-Strike Global FNC. Новое обновление Steam Ponters 2 сделает Counter-Strike Global FNC. Компания Valve уже на этой неделе собралась выпустить огромное обновление для своего онлайн-шутера Team Fortress 2. Суть обновления заключается в том, что геймплей игры превратится в Counter-Strike Global Offensive. Обновление носит название Gun Metal Update. В грядущем обновлении в игре появится множество игровых карт. Новая игровая механика и в конце концов будет полностью изменен баланс игры. Также в игре впервые появятся скины для оружия, которые также будут иметь 3 степени износа. Оружие можно будет получить лишь при условии, что вы выполнили задание. Причем задание предстоит не проходить, а выкупать. Для этого придется покупать монеты, которые будут стоить в районе 350 рублей. После убийства противника вы сможете подобрать его оружие. Все классы будут похожи. Что же касается игрового баланса, изменения крупномасштабные. Некоторые герои, вроде Ганс Линджера, будут полностью переработаны. Кризовой фонд чемпионата по Dota 2 превысил 15 миллионов долларов. Как всем известно, компания Valve устраивает ежегодный всемирный турнир по Dota 2, где сходятся в бою самые сильные игроки со всех уголков мира. Причем ежегодно призовой фонд превышает предыдущий. На данный момент призовой фонд турнира по Dota 2 составляет уже 15 миллионов 22 тысячи 454 доллара. Причем рост этого фонда составляет где-то около 500 долларов в час. После подъема призового фонда в сообществе были разблокированы для игроков специальные предметы, которыми стали Long Form Comic и X Immortal. Также стоит отметить, что такую сумму удалось заработать также благодаря специальному предмету компендиуму, стоимость которого составляет 10 долларов, а это 550 рублей. С каждого такого проданного компендиума призовой фонд турнира постоянно повышался на 2,5 доллара, то есть около 150 рублей. Игрокам же в свою очередь выдают приятные призы. Напоминаем, что международный турнир по Dota 2 будет проходить с 3 по 8 августа этого года. Разработчики Batman Arkham Knight давно знали о проблемах ПК-версии игры. Как всем известно, официальный релиз игры Batman Arkham Knight состоялся неделю тому назад, однако поиграть в ПК-версию игры до сих пор нельзя. А причина заключается в том, что компания Warner Bros. Interactive Entertainment не выдержала натиска негативных отзывов, которые касаются игры и сняла с продаж Бэтмена. И когда теперь игроки смогут насладиться ПК-версией игры, неизвестно. Если верить одному из тестеров игры, Batman Arkham Knight, который пожелал быть анонимным, издатель игры еще год тому назад знал об этом плачевном состоянии ПК-версии игры. Анонимный источник уверяет, что их отдел месяцами указывал на одни и те же проблемы в игре, которые связаны с частотой кадров, текстурами и многими другими проблемами. Анонимный источник также сообщил то, что за порт игры отвечала целиком и полностью студия Iron Galaxy, в то время как студия Rackstedy отвечала полностью за версию игры для PlayStation 4 и Xbox One. Заставить геймплей двигаться как нужно не получалось месяцами, утверждает аноним. Именно по этой причине релиз игры Batman Arkham Knight переносили несколько раз. В конце концов, на ПК-версию просто, грубо говоря, забили и занялись версией для консолей. В World of Warships наступил открытый бета-тест. В открытом бета-тесте доступно более 80 легендарных кораблей. Хотя стоит отметить, что основными на данный момент все же являются японские и американские судна. В любом случае, теперь игроки могут сесть за штурвал линкора, крейсера, эсминца и даже авианосца. Но также не стоит волноваться и о Советском флоте, ведь он тоже имеется в игре. Если верить директору по разработке игры, то предыдущий этап закрытого бета-теста прошел с небывалым успехом. Ведь в тестировании приняло более 400 тысяч участников, большая часть из которых оставила положительные отзывы по поводу игры World of Warships. Субтитры создавал DimaTorzok В Might Magic Heroes 7 будет второй этап бета-теста. Уже в июле стартует второй этап бета-теста в игре Might Magic Heroes 7. Эта невероятно хорошая новость появилась на официальном сайте игры совершенно недавно. Вместе с этой новостью разработчики также решили опубликовать весьма интересную статистику игры. Как оказалось, общее количество проведенного времени игроков в игре составляет уже более пяти лет. Один из игроков в героях вообще за две недели наиграл более 78 часов. Всего в мире игры было проведено более 889 тысяч битв. Более 56 сессий было сыграно в режиме одиночной игры. И больше тысячи уже в сетевом режиме игры. И все же это была не самая интересная новость. Ведь более интересно было то, что была подтверждена версия о том, что игру ждет второй этап бета-теста. Более того, даже сейчас начато голосование по поводу того, какую лучше фракцию взять. Чтобы можно было хоть как-то конкурировать с Академией и Альянсом Света. То есть с магами и людьми. На роль первого конкурента подобрали Непокорные племена и Некрополис. То есть орков и нежий. На роль второго конкурента подобрали две фракции, которые связаны со Светлыми и Темными Эльфами. Для Path of Exile в июле выйдет крупное обновление The Awakening. Многие очень долго этого ждали. И вот уже 10 июля команда разработчиков Grinding Gear Games выпустит для своей игры Path of Exile. Крупное обновление. Дополнение носит название The Awakening. Обновление принесет вместе с собой в игру долгожданный четвертый акт. В продолжении игроки должны будут теперь отправиться в копии шахтерского города под названием Highgate. Где они встретятся с новым ужасным чудовищем. Кроме этого разработчики в грядущем обновлении также переработают баланс игры. Добавят новые умения, много новых предметов. В том числе оружие и броню. И также обновят текущий интерфейс. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, новых выпусках. Пока!